В турнире по уличному баскетболу стритболу участвуют все желающие в трех возрастных группах с 1999 по 2003 года рождения. На спортивной площадке в скейтпарке уже сыграли 16 команд. Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди дворовых команд проводится уже на протяжении нескольких лет. Уже стал регулярным. Сегодня у нас соревнуются команды из Нижнего Тагила и Таганрога, которые приезжают сюда постоянно отдыхать. В досуг детей во время летних каникул включены регулярные занятия спортом. Делегации, приехавшие на отдых и оздоровление, будут участвовать в баскетбольном турнире. Нижний Тагил выставляет на соревнования 80 юных баскетболистов. Мы уже на протяжении 25 лет приезжаем к вам в Анапу и случайно совершенно в интернете я нашла объявление, что у вас проходит вот такой турнир по стритболу. И мы, конечно, воспользовались возможностью, связались с организаторами и воспользовались возможностью наших деток привезти, поиграть на стритбол у вас. Уличный баскетбол – популярная спортивная игра среди детей и подростков. Правила в стритболе отличаются от правил традиционного баскетбола. Стритбол в будущем хотят внести как олимпийский вид спорта в список. Отличается тем, что игра проходит на одной половине поля, не задействована полностью вся площадка. Играют три человека плюс один запасной. Делегации из Таганрога третье лето в Анапе. Узнали о турнире и решили попробовать силы в соревнованиях. Играют в младшей возрастной группе 2002-2003 годов рождения. Мы приехали на спортивно-военные сборы, чтобы улучшить свою физическую подготовку и стать сильнее духом. Настраивались морально, ждали, что соперник будет сильный. Ну, что баскетбол у нас играет, конечно, но это было уже давно. Первый этап проходит с 1 по 12 июня в Анапе и сельских округах. Второй тур пройдет с 13 по 18 июня. Затем будут проведены третий и четвертый этапы – зональные и финальные соревнования. К ним допущены только команды Краснодарского края. Подведут итоги всекубанского турнира по стритболу 17 июля.